Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Тема сегодняшней программы – молчать, страшно говорить. Что должен каждый знать о колоректальном раке? Сегодня у нас в студии Жинов Анатолий Васильевич. Это у нас заведующий первым отделением областного онкологического диспансера, врач-хирург, хирург-онколог, хирург высшей категории коллекционной и кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Здравствуйте. Вообще, Анатолий Васильевич, насколько я знаю, более 60 тысяч случаев заболеваний фиксируется в России ежегодно. Примерно так. И колоректальный рак сейчас вышел на второе место и по заболеваемости, и по смертности среди других заболеваний онкологических. Поэтому давайте вот скажем вообще, кто им болеет, почему, в каком возрасте это все, и что вы думаете о статистике? И если можно, Анатолий Васильевич, еще по сравнению с нашим регионом, как у нас в регионе. Еще раз здравствуйте. И мне очень приятно находиться снова в данной студии и проговорить о вопросе достаточно болезненном в настоящий момент времени. И тема, которая озвучена вами, она все-таки именно так и должна звучать. И кто как эту запятую поставит, тот так и будет относиться к этой болезни. Это очень важно. А по колоректальной локализации именно таким образом происходит то, что наблюдается рост заболеваний как раком ободочной кишки, так и раком прямой кишки. Причем рост этот идет достаточно большой, уже на достаточно большом протяжении времени, занимая достаточно существенные позиции в структуре как онкологической заболеваемости, так и смертности. Если про смертность, можно говорить, что там она пускай возрастает, но в то же время возрастает и заболеваемость, вернее, растет. А смертность, вот этот показатель, который всегда нас настораживает и говорит о том, что мы все-таки сталкиваемся с запущенными случаями. Как рак толстой кишки, так и рака прямой кишки. Это объединяемое понятие, которое звучит в общий колоректальный рак. На самом деле, в структуре заболеваемости в Российской Федерации колоректальный рак занимает устойчивые сейчас вторые позиции. Это еще раз, рак ободочной, рак прямой кишки. И в структуре смертности также вторые и третьи позиции с достаточно большими абсолютными цифрами. Если проговорить про мир, то вы сказали сейчас про Российскую Федерацию, это более 60 тысяч, а в мире, это более миллиона человек, которые заболевают ежегодно данным заболеванием. По нашему региону эти цифры ненамного отличаются по структуре. И также где-то второе и третье позиции по заболеваемости, и также второе и третье место в структуре смертности онкологических заболеваний занимает колоректальный рак. – Владимир Васильевич, кто чаще болеет? Все-таки мужчины, женщины, в каком возрасте? – Позиции можно говорить, что 50 на 50 – это приблизительно такая патология. Если говорить по нашему региону, небольшое преобладание мужчин при раке ободочной кишки и незначительное преобладание женщин при заболевании раки прямой кишки, если разделить эти две нозологические единицы. А из года в год складывается ситуация так, что где-то 60%, например, в один год женщин заболело, а там больше в другой год, например, 60% мужчин. Поэтому патология, которая развивается, она равноценно покрывает как мужчин, так и женщин. По возрастному цензу это все-таки пациенты большей частью за 60 лет. Но наметилась тенденция, и она достаточно интенсивно идет. Если сравнивать, откуда пошел рост заболеваемости, это Соединенные Штаты Америки, Европа, Австралия, то нужно говорить, что сейчас в этих странах идет омоложение этого рака. И колоректальный рак, встречаемость в 40-45 лет, это не редкость в настоящий момент времени. Единственное, этот рак имеет немножко другие структуры течения. В некоторых случаях он протекает, в некоторых более агрессивно, и здесь некоторым образом, наверное, связано с накоплением наследственных факторов. И основной из них это синдром Линча. И это наследственная патология, одним из которых проявлений служит как раз рак ободочной кишки. Помимо гинекологической, онкологической патологии, увеличение рака желудка в этой же ситуации, но глобальнейшее, то есть если мы говорим об этой патологии, это синдром Линча. И я думаю, в дальнейшем мы затронем вопросы в лечении, которые у нас есть в перспективном моменте. А это уже другой генетический состав опухоли. А вот какие проявления колоректального рака должны насторожить человека? Ну или вообще какие симптомы, какие жалобы должны появиться, что должно спровоцировать человека именно обратиться к врачу? Это же не обязательно прямо сразу, да, онкология или еще что-то. Но все-таки что должно насторожить? Спасибо большое за этот вопрос. И я бы подчеркнул такие симптомы. Это дискомфорт в животе, нарушение стула, появление крови, слизи и заднего прохода. Вот если есть эти проявления, то надо идти к врачу и как минимум проводить исследование уже колоноскопии. Колоноскопии, фиброгастроскопии, которые взаимно будут дополнять друг друга и ни в коем случае никак не провоцировать. Оставлять эти жалобы на то, что это пройдет и потом что-то сделаю, это нет. Или интерпретировать по народному диагнозу, который иногда не имеет общего ничего с геморроем. О, у меня геморрой там пройдет, там сейчас кровь была, успокоилась, сегодня нет, завтра нет. То есть там еще через месяц опять появилось. Ну ладно, это бывает, сейчас что-нибудь приложу, и все хорошо. То есть когда у человека идет кровь из заднего прохода, и он видит, то ему не надо идти и скрининговые тесты, какие-то каллы на скрытую кровь сдавать. Самому. Самому. Он уже, уже кровь из кала состоялась, он уже видит ее. То есть ее не надо как-то скрыто диагностировать, она уже открыто диагностирована. За этим должен быть второй этап диагностики, это эндоскопические методы исследования. Пальцевое исследование, исследование ректороманоскопии, исследование сигмоскопии, исследование фиброколоноскопии. Вот так должно что-то перевернуться, потому что очень часто, и сегодняшний день не исключение, который был сегодняшний день, канцелярный осмотр пациентов с около 10 человек сегодня было запущенными опухолью колоректальной локализации. Когда начинаешь разговаривать, выяснять, когда первые жалобы наступили, и очень немногие говорят, да у меня там, когда кровь какая-то была. Некоторые ссылаются и на 5, и на 7 лет, то, что появилось, это еще тогда. А сейчас уже пришел человек, которому нужно потребуется глобальнейшие усилия, чтобы хотя бы стабилизировать как-то эту болезнь. Здравствуйте, но пациент в любом случае придет к врачу первичного звена, да? Вот тогда получается доктор уже, да, к другой части вопроса мы подошли. Именно вот врачу, на что следует обратить внимание, да, на какие жалобы пациента, какие исследования, может быть, назначить дополнения? И насколько вы считаете, вот именно, что диспансеризация и профилактический медицинский осмотр настолько важны, и настолько нам могут помочь вот в этом выявлении именно онкологии на первой, второй стадии? И опять же я хочу возвратиться к началу нашего разговора и к представлению вашему о нашей тематике. Люди не очень охотно разговаривают про проблемы. И для некоторых это интимные проблемы, которые не с каждым хочется обсуждать. Ну да, делиться как-то. Некоторые принимают профосмотр, это лишнюю трату времени, когда нужно побыстрее пройти все, и уж ни в коем случае там не с жалобами, а пробежаться по кабинетам и ничего не говорить об этом. Ну, это не секрет, это на самом деле так. То есть там, ну, а вынудить человека того, чтобы он пришел и сразу рассказал, что вот ему вот это вот, что у него беспокоит кровь, слизь. А если он сказал об этом врачу, то здесь не нужно наблюдать, не нужно ничего смотреть. Надо сразу назначить. Нужно сделать фиброколоноскопию и отвергнуть самые начальные или там какие-то другие проявления болезни, колоректальной нозологии, которые требуют уже лечения. Вот я считаю, что через речь сейчас еще больше убедились, да, что самое главное – это вот прийти на диспансеризацию, профилактический медицинский аспорт, самое главное – прийти. Дальше уже медики, да, люди в белых халатах разберутся уже, да, действительно, по данным анкеты, анкетирования. Есть первый этап, есть второй этап, да, то есть при необходимости уже направляется к более узкому специалисту, если какие-то подозрения там, да. И на самом деле ведь есть выявляемость, да, при этих видах, да, как говорится, обследования, есть выявляемость онкологии. И на самом деле цифры говорят о том, что и первую, и вторую стадию можно выявить. И там стопроцентное излечение практически, да. Но мы об этом тоже поговорим. Очень правильно, наверное, то, что вот это вот так можно сделать, и при диспансеризации возможно все. Но у нас, опять же, и, наверное, к населению вопрос, то, что… Отношение к себе, наверное, даже. Отношение к себе, отношение к любит, как себя не любит этот человек. То есть, как это, каким образом это сделать? То есть, какое-то впечатление, что люди, когда направляются на диспансеризацию, какой-то выполняет вот это государство приказало, что это нужно сделать. Не сами приходят туда… Ну, как одолжение точно не должно расцениваться, конечно. Человек делает для себя это, да, прежде всего. Человек это делает для себя, а государство дает такую возможность, чтобы это сделать. Конечно. Бесплатно, в полном объеме. Обязательно, в облицинском страховании. Поэтому этому не надо препятствоваться, и как-то вот это нужно делать или еще что-то такое. У меня такое иногда впечатление, когда я вижу запущенные случаи, я вот думаю так, ну вот, не знаю, какое-то наказание. То есть, можно было прийти, то есть, и диспансеризацию провести, там, или еще что-то такое. Вот полип всегда, он может перейти в аденокарциному кишечника или не всегда? Нет. Не всегда, да? Нет. Но нужно понимать, что это за полип и что с ним делать. Вот колоноскопии выявляют полипы, да? Колоноскопии выявляют полипы. И как часто выявляют? Вот, например, там, ну, прошло, предположим, там, ну, 100 человек прошли колоноскопию. Как часто, вот можно так сказать, какую-то цифру? Я думаю, что так нельзя сказать. И колоноскопии так тотальные, да? То есть, мы не потянем, никто так не делал. Колоноскопии по показаниям. Ну, индивидуально, конечно, индивидуально все решается. И когда мы, кал на скрытую кровь, или у человека кал в крови есть, то есть, это уже какие-то есть предпосылки для того, что там что-то можно найти. Ну, где-то в, все равно, в 40-50 случаях вообще ничего не находит, а в остальных случаях что-то находится. То есть, болезни те, которые, колиты, полипы, рак, дивертикулы, ряд болезней еще. Но в любом случае надо наблюдать, получается, уже эти вещи. В любом случае уже наблюдение. А что делать с полипом? То есть, нашли полипы. Опять же, количественно, сколько их, а в этом тоже можно заподробовать. Рост идет или нет, да, тоже смотрится, да? Рост, должно обязательно закончиться биопсией. И вот, наверное, если бы я раньше сказал то, что размер определяющий значение, наверное, гистология, наверное, тоже здесь определяющее значение будет. Но если 2-3 миллиметра полипы, и гистологически в нем нет ни дисплазии, и он является простым полипом, то тогда за этим полипом наблюдение. А если даже такой полип, и в нем есть дисплазия, то он подлежит удалению даже на 2-3 миллиметрах, его надо убрать и полноценный гистологический анализ с него получить. А полип, который обязательно должен подлежать удалению, это все-таки 1,5-2 сантиметра полипы, поскольку эти полипы, даже несмотря на гистологию, которую получаем, у них минимальная степень дисплазии, то из него получится рак, если в медицинской терминологии малигнизация этого полипа наступает в 90% случаев. Поэтому тоже зачем рисковать, зачем этот полип держать, а в настоящее время существуют методы эндоскопической удаления, то есть при той же самой фиброколоноскопии, видеофиброколоноскопии, когда делается, это мероприятие возможно удаление этих полипов сделать. – Ну, вообще, сейчас новый метод обследования, колоноскопия – это такой метод, не совсем новый, но тем не менее, сейчас он более гуманный, более современный, потому что люди считают, что все равно это как-то и болезненно, и все это неприятно. Но понятно, что если есть показания, это нужно сделать. Но сейчас расскажите, чтобы какие-то снять домыслы. – Поймите, опять же, должен каждый думать о себе в первую очередь и взвешивать определенные вопросы, которые возникают. – Ну да, здесь неудобство уже как-то не должно быть, когда стоит вопрос о диагностике. – Если есть кровь и калий, и нужно понимать, что сделать фиброколоноскопию, и какая-то проблема, если выяснить, то нужно решать. А если ничего нет, то значит, все нормально и все хорошо, и дальше можно… – Ну, снять какие-то вопросы и все, да? – Да, снять вопросы. Тяжело переступить этот барьер. Некоторая болезненность, некоторая неприятность процедуры, она все равно остается, ее никто не снимает. Сейчас я не сторонник выполнения фиброколоноскопии под наркозом. Но если какая-то такая боязливость у человека есть, то это возможно это выполнение. Я не считаю, что это намного как-то облегчает эту процедуру. Возможно это сделать, и, наверное, нужно это сделать, потому что это будет крутиться в голове. И сидеть каждый раз, вспоминая и навязывая себе хронический стресс тем, что у меня что-то есть, и мне это надо сделать, но я это не пойду делать, тогда это вырастает еще в большие проблемы, помимо того, что там проявляется онкологическое заболевание, ведет к развитию всех, каждый хронический стресс, на него накладываются какие-то патологические процессы в толстой кишке, и это, опять же, неблагоприятные факторы. Антон Васильевич, вы опытнейший хирург, онколог. Я хочу вот такой вопрос вам задать. Есть какой-то восточная методика лечения, есть ближе к западной, насколько я ориентирован. У нас методы лечения, они какие? Все-таки отличаются? Или какой-то у нас особый какой-то менталитет? Я знаю, что вы о лечении можете бесконечно рассказать, потому что вы с этим каждый день сталкиваетесь, да? Но все-таки какие-то основные такие азы. Как у нас в регионе это делается? И, может быть, какие-то свои методики современные? В настоящий момент времени мы медицину рассматриваем не как разрозненные, не как восточные, западные какие-то приоритеты есть. Все хорошее берем на ВАЛ, да, и все. То, что показывает себя хорошо по данным исследованиям. Клинические рекомендации, наши национальные, Соединенных Штатов Америки, НССН, европейские рекомендации, японские рекомендации, корейские рекомендации, где большие прорывы в настоящее время происходят, они рекомендуют приблизительно сейчас одно и то же. Может быть, с маленькими отклонениями, но они все базируются на мультицентровых, рандомизированных исследованиях с достаточно большим уровнем доказательности. И в клинических рекомендациях это находит свое отражение. То есть это какие-то стандарты, да, все-таки своеобразные такие? Я бы не сказал, слово стандарты какое-то, стандартизирование там. Здесь нет такого. Наверное, это нет, это клинические рекомендации, что нужно делать. И в настоящее время нужно каждый раз согласовывать с пациентом. Вот эти методики, вот эта методика обладает наилучшим результатом в отношении лечения вашей болезни при вашей стадии болезни. И такой-то прогноз, и все прочее. Можно отклониться от этого, но это тоже находит свое отражение. И мы будем развиваться так, если вы чего-то боитесь, опасаетесь, но прогноз будет такой. Решение принимается совместно. Не диктуется тоталитарно доктором, который говорит, что мы будем вот так вот делать. Так и не иначе, да? И не иначе. Да, иногда приходится так надавить, когда видно какую-то суету и непонятность, и человек не отдает себе, может быть, отчет в том, что происходить, но это когда какая-то экстренная ситуация, и понимаешь отдаленные результаты, как показывает практику. То есть я сегодня ничего не буду делать, и я пойду, там, дома полечусь. Человек возвратится все равно с более углубленной стадией опухолевого процесса. А по новым методикам, то, что вы говорите, мы прибавили очень сильно в отношении возможности оперативного вмешательства, и в настоящее время, ну вот здесь вот, наверное, можно применить смысл стандартизированного лечения в отношении колоректального рака и проведения оперативных вмешательств. У нас как-то снизу пошло в развитие этой медицины, и на местах люди вышли на тот уровень, когда это, какие методики нужно предпринять для себя. Если говорить о Великобритании, то там колоректальная патология была поставлена в угловую угла несколько лет назад, и там существовала государственная программа по лапароскопическому доступу по лапароскопическому оперативным вмешательствам. Там организовали несколько центров, которые следили, обучали, и потом отслеживали хирургов, которые владели данными оперативными вмешательствами. И самое основное, то, что потом последовало после этого обучения, те клиники, которые не могли предоставить в арсенале лапароскопический доступ при лечении колоректальной патологии, просто не давали лицензии на лечение этих болезней. Очень разумно, но это очень затратно, но они справились с этим, и достаточно хорошо. Лапароскопические методики очень хорошо распространены в Великобритании и в Европе, но не в таком количестве, как, например, в Японии и Корее. Там, если говорить о Корее, практически, наверное, стопроцентное выполнение оперативных вмешательств происходит лапароскопическим доступом. Но тоже нужно понимать, какие опухоли оперировать. Потому что если оперировать опухоль, которая составляет 20 сантиметров, то смысл лапароскопического доступа здесь никакого нет, и это неудобно будет оперировать. То есть у нас решается все индивидуально, да? Конечно, это индивидуально и должно быть решаться. И в нашем арсенале мы тоже используем различные виды доступа. Это как открытые операции, так и лапароскопические. Но это вид доступа. А то, что происходит внутри, это тоже очень четко в настоящее время стандартизированное оперативное вмешательство, какие сосуды при какой локализации обнажаются, и как происходит выведение кишечника, соответственно, пересечением сосудов, и определены уровни диссекции. Потому что онкология — это не только удаление самой опухоли, это удаление части кишечника. Самое главное — с лимфатическим аппаратом, по которому происходит отток опухолевых клеток. А вот возвращаясь к диагностике, каким должно быть взаимодействие врачей, чтобы все-таки выявить на более ранних стадиях? И насколько национальный проект здравоохранения помогает в этом направлении? Вот сам алгоритм выявления. Идея, которая заложена, она очень здоровская, классная и приближена практически к скринингу. А скрининг — это выявление не симптомных опухолей. То есть когда нет жалоб? Ничего. Вот это вот, на это направлено должно быть. И к этому нужно стремиться. Но объединенных данных системы какой-то, наверное, не хватает. Очень было бы здорово и хорошо, когда некоторые регионы представлены это. То есть я знаю, что в Башкирии, в Казани идут этапность, когда все пациенты, которые сдали буквально кровь, калмо-скрытую кровь, объединены в системе. И, соответственно, если там выявляется, следующий этап идет — фиброколоноскопия. И эти пациенты должны пройти это. У нас некоторым образом происходит небольшая разрозненность этих данных. То есть вот человек сдал анализ на калмо-скрытую кровь. То есть она может пролежать. И у него там калмо-скрытая кровь вот и есть, высоченная. А дальше что этот пациент сделал? То есть ему сказали, что вам нужно там пройти фиброколоноскопию. Не каждая поликлиника у нас обладает эндоскопическими исследованиями. И проблема в этом есть. То есть на самом деле фиброколоноскопии эндоскопистов не хватает в полноценном режиме для каждой региональной поликлиники, особенно в районах, чтобы это все сделать. Он говорит, нужно сделать фиброколоноскопию. Я не хочу, я не буду этого делать. И получается то, что он несет ответственность за свое здоровье, а по итогу, когда эта болезнь развивается, то его все равно нужно лечить, а то, что он пренебрег этим, то есть как-то получается не совсем разумно. То есть какие-то подходы должны быть, которые человек должен заинтересован быть в том, что ему это исследование, второй этап диспансеризации, он должен пройти. Тогда будет какой-то толк и ощутимые сразу подвижки в отношении выявления колоректальной патологии. И еще один момент, если вот это вдруг вот сейчас вот так настанет, такое, то мы сейчас, наше отделение, не справится с потоком пациентов, которым нужно будет проводить оперативное вмешательство по данной нозологии, потому что если сейчас вдруг все классно, здорово, все заработает, количество пациентов, у которых будет диагностирован колоректальный рак, увеличится не в два, не в три, а в пять, шесть, десять раз. Может быть такая ситуация. Поднимется вопрос еще второй, очень ранних раков, когда можно выполнять органсохранные операции. Это эндоскопическая подслизистая диссекция опухоли в различных отделах кишечника. Это дополнительная диагностика и дополнительные ресурсы, которые нужно затрачивать. Но это все будет полезно, поскольку не нужно будет затрачивать огромнейшие ресурсы на большие какие-то оперативные вмешательства, на таргетные препараты, на химиотерапевтические, в различных режимах. Я хочу еще обобщить следующий вопрос в завершении программы. Как избежать колоректального рака? Существует ли профилактика? Я одновременно хочу к этому вопросу ваше пожелание, как от хирурга-онколога и как от врача нашим телезрителям. Маленький промежуток времени, который нам удается. Об этой патологии можно рассказывать и выяснять. Мы, когда встречаемся на симпозиуме, что-то разговариваем в этом плане. Это бесконечные разговоры. Мы начинаем уходить, хотим про другое говорить, а возвращаемся все равно к работе. Методы профилактики. Во-первых, это диета. Я бы не сказал диета. Слово какое-то. Рациональное, что ли? Рациональное какое-то зерно питания, которое должно быть. То есть мы видим, то есть и рост заболеваемости, откуда произошел, это Соединенные Штаты Америки, Европа, это быстрое питание, которое образуется. И желательно, конечно, не подвергать свою жизнь таким вот питанием в плане фастфудов и режим питания, разнообразие пищи и избегать пищи богатой углеводов. Подвижный образ жизни и, наверное, следить за стулом, чтобы он был регулярным. Вот эти вот профилактические мероприятия, простые вещи, которые могут позволить отчасти избежать появления опухоли. До конца, 100%, это, конечно, нельзя делать, потому что есть и накладываются генетические факторы, но у пациентов, которые с нормальным массой тела, с ежедневным поражением кишечника и с ней, которые проявляют активность, у них этой патологии меньше. Реже. Поэтому вот этот фактор, а, наверное, еще один из факторов профилактики, то, что мы говорили, вот всю практически передачу, то есть если у вас есть кровь в калии, свое время обращения, и от этой болезни можно исправиться и излечиться практически доходящие до 100% случаев небольшими усилиями, да, оперативное вмешательство там, оно требуется, но это болезнь на ранней стадии достаточно хорошо поддается терапии. Спасибо большое, Антон Васильевич, спасибо. А пожелание, я, наверное, такое скажу, то есть нужно каждому любить себя и заботиться в первую очередь о своем здоровье, потому что здоровье про него не надо никогда забывать, и это является основополагающим фактором, который позволит вам быть в обществе, в семье, радоваться жизни. Вот, наверное, на этой оптимистической ночи вот эти вот пожелания сказать. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов, всем желаю любить себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин